Точка обезличенная. Написано «фруктовый магазин». Это специально делается для того, чтобы по чекам нельзя было предъявить никаких претензий. Ни налоговая инспекция не может предъявить, ни полиция, ни служба судебных приставов. Овощи, фрукты, дневную выручку и даже аппарат для оплаты картой. Сбежавший продавец оставил абсолютно все. Теперь все продукты будут изъяты для уничтожения. А вот другому продавцу скрыться не удалось. Мало того, что женщина поставила машину под запрещающий знак, занималась незаконной торговлей, так еще и является иностранкой. По закону ее ждет депортация на родину. Женщина из граждан Азербайджана. На нее будет вставлено два протокола. По статье 18.7 часть 2 КУАП РФ и 18.8 часть 1 КУАП РФ. И материал будет направлен в суд для дальнейшего их неурассмотрения. Скорее всего, будет во дворе, не за пределами Судфедерации. Торговля на улице Челюскинцев – острая тема для жителей Октябрьского района. Здесь постоянно большой поток людей, а лоточники сужают и без того не самый широкий тротуар. К тому же улица станет популярной для гостей города, а ее пейзажи портят коробки с овощами и фруктами. Здесь гостевой маршрут от проспекта Ленина к реставрированной сейчас набережной реки Волги и к нашему символу города Ладье. И поэтому для нас, конечно, очень обидно, когда к нам приезжают гости, тем более саморды и сами жители проходят, и проходят через вот эту несанкционированную торговлю. В прошлом году лоточники занимали и другую сторону улицы Челюскинцев, но их удалось ликвидировать. И теперь у граждан есть отличное место для отдыха и прогулок. А благораживать будут и вторую половину. В прошлом году у нас реконструкция прошла одной стороны улицы. Если помните, там было то же самое, такое же столкотворение торговцев. Сейчас там порядок, чистота, люди сидят, отдыхают, лавочки, цветы. На этой стороне то же самое планируется укладка плитки, ликвидация незаконных торговых мест. В качестве альтернативы предпринимателям предлагают места на крытом рынке в районе оврага подпольщиков. А для пенсионеров-дачников постараются выделить отдельную торговую зону для сезонных продаж. Для этого ее оформят в едином стилевом решении со всей улицей, которую ждет реконструкция. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.